Валя 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 Ну такую бредятину, я просто не знаю откуда они это берут Окей, Вова Сказал, что держитесь Пойдем место, где будем сидеть Ну сквер напротив Найдите возвышенность какую-то А нас не прям далеко залезите Старик Ну все Каждый клуб Там проваливается Там машина Переворачиваем машину А там ничего не вынесет Не вылезает из этого Очень ягодился нехорошего амбадатя И он отказался вмещать всех, и поэтому проводил встречу на улице, и он не дает вынести, на что можно встать людям, поэтому мы будем в Сыгробе. Арендодатель. Арендодатель? А он не в курсе был, что это мероприятие, да? В курсе как? Сыконул в последний момент, короче говоря. Понятно. Не-не, очень хороший Сыгроб. Показательный. Вы специально готовили к вашему приезду. Укропы. Мне чистили специально. Укропы по всему городу, можно вымотить. Малышка? 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 Наверное, есть. Я как бы не замечаю, наверное, эту зиму. Бессмысленно. Что это делать? Да. Сейчас, Энди просите, он прекрасно себя чувствует после серёвочки? Ну, серёвочка, она вообще полезна. Не таких. Не таких. Не таких. Отличная погода. Эй! Сугроб. Все лучше. Сугроб. Привет, Курнаул. Привет, Алтай. Понимаете, начинай. Да тепло, солнышко. И вообще прекрасно. Весна. Друзья, в этот прекрасный весенний день, во-первых, извиняемся за какую-то организационную неврядицу. Ну, то есть, ну как? Ну, признайтесь честно, кто решил прийти посмотреть на зеленого кандидата в президент? Вуу! Нормально, что ли. Наоборот. Солнце. Чекарь горы! Чекарь горы, я не знаю. То есть, все-таки, вот этот, ну, супер-аншлаг, наверное, как-то связан с сутовым инцидентом, потому что, ну, то есть, Барнаул отличный город, который мы очень любим, но у нас тут было, типа, 150 зарегистрированных волонтеров, которые получили приглашение. Кто получил приглашение? А кто пришел просто так за компанию? В общем, спасибо администрации губернатора Алтайского края за сегодняшние наши утренние приключения, они нам привлечили мероприятие. Друзья, тем не менее, нам надо провести мероприятие. И тем не менее, нам надо провести рабочее мероприятие, потому что мы ездим по регионам и открываем, чтобы, ну, там, не для фотографий или там, не только для фотографий, но для того, чтобы поговорить о работе и о наших задачах, о задачах штаба. Нам надо, вы знаете, открыть 77 штабов по всей стране. Сегодня у нас праздник, мы открываем 10 штаб. Маленький первый штаб. Сегодня вечером еще и в Бийске открываем штаб. Болтайский край станет первым регионом, где мы два штаба открываем. И страна большая, то есть мы в следующий раз, честно скажем, там, не очень скоро сюда приедем. Нам надо с вами поговорить о ваших задачах, о том, на что вы подписались, когда нажали на кнопочку, на сайте кнопочку, там, хочу стать волонтером, и отправили нам свои данные, и получили от нас приглашение. Подписались вы на следующее. Вы подписались помочь нам собрать подписи для выдвижения Алексея кандидатом в президенты. Поможете? Да! Что для этого надо делать? Значит, у нас сейчас в Барнауле зарегистрировано людей, пообещавших оставить подпись полторы тысячи человек примерно. А надо примерно 5-6 тысяч, чтобы вместе с Бийском, с краю, получились вот эти самые 7 с половиной. Поэтому, вот есть штаб, он маленький, вы бы туда все не влезли, да, штаб у нас молодежная 40, он совсем такой маленький, рабочий, да, там, на те пожертвования, которые нам присылают. Ребята, а вот кто там за пацаны, которые лица скрывают? Вот не надо так делать. Давайте лица откроем и отойдем, хорошо? Ну, то есть, мы вчера в Новосибирске такого чувака еле отбили от толпы, которая его бить пыталась. Вам этого не надо. Ну вот, короче говоря, полторы тысячи подписей сейчас есть. И штаб, молодежная 40, вы, наверное, уже знаете этот адрес, будет заниматься тем, что будет всех этих людей приглашать, данные их паспортные проверять, готовить списки. А ваша задача, как волонтеров, за это время на сайте нарегистрировать, ну, там, еще 4-5 тысяч человек. И они тут точно есть. Мы знаем, что они тут есть, мы знаем, там, по аудитории блога, по аудитории видеоблога, что здесь, там, живет 20 тысяч сторонников. То есть, надо просто их убедить, не побояться, оставить подпись, зарегистрироваться на сайте, и все у нас получится. Когда сугробы станут поменьше, и когда станет почище, мы начнем просто обычную уличную агитацию. То есть, кубы, листовки, вот, не знаю, если вы видели, как выглядела, там, московская мэрская компания 13-го года, вот такая же история. И эта история нам нужна для того, чтобы собрать эти 7,5 тысяч подписей. В городах-миллионниках это попроще. Так, не бить никого, пожалуйста. Поймали провокаторов, прогоняйте его. Не бить никого. У нас в Новосибирске уже побили одного из метателей, мы больше не хотим. Отпустите их. Это весь актив Путина. Я еще не могу. Не бейте, пусть, пожалуйста, в Единую Россию. Ребят, не обращайте внимания. Ну так вот. Агитация начнется летом, когда станет почище. Штаб в ближайшее время начнет заниматься проверкой подписей. И ваша задача будет подгонять новых и новых людей. Убеждать знакомых, друзей, коллег, случайных людей, кого угодно. Это не так трудно, потому что наши идеи, их все разделяют. Большинство людей хотят жить хорошо и не хотят жить плохо. Не хотят мириться с коррупцией и так далее, и так далее. Большинство людей, черт возьми, за справедливость. Это вам просто надо будет пойти и рассказать. А штаб выполнит такую организационную функцию. Даст листовки, даст методические материалы, даст наклейки, даст стикеры. Научит, как агитировать, поможет. Это будет, в общем-то, несложно, весело и интересно. Потому что смотрите, как вас много. Если здесь каждый по 20 человек сагитирует, у нас вот 5000 подписей с Барнаула и соберется. Вообще без проблем. Вот. И еще что штаб будет делать? Для того, чтобы из вас построить агитационную машину, такую, которая победит телевизор с Киселева, Соловьева, кого угодно. Он будет вас звать и разговаривать. То есть с завтрашнего дня молодежная 40, там с 11 до 20 часов каждый день штаб работает. Вы просто приходите и рассказывайте. Я такой-то, у меня там есть 15 минут времени в день. Расскажите мне, чем я могу помочь. А я такой-то, у меня нет времени, но летом я возьму на 2 недели отпуск. Возьмете агитировать на купе? Возьмем. И расскажем, как это делать, научим. А я такой-то, у меня там времени тоже особо нет, но я поеду там на лето к бабушке в камень на оби. Дайте мне с собой там тысячу листовок. Я их там распространю. Окей. То есть штаб с каждым поговорит, поймет, чем каждый может помочь и сделает вот такую агитационную машину. Это займет какое-то время, но постепенно она у нас с вами заведется и поедет. Это будет не быстрый процесс, но мы с этим справимся. Штаб у нас отличный. Настолько отличный, что координатора сегодня в полицию забрали. Его зовут Артем Косовецкий. Если вы не знаете, ну так случайно почему-то сегодня, значит, полицейские его решили за неоплаченный штраф поддержать у себя. Нам это помешает? Нет. Это не помешает. Артем завтра уже будет в штабе, молодежная 40, приходите. Вот что. Ну еще начнем готовить наблюдателей. Кто уже был наблюдателем на выборах хотя бы раз? Ну вот, приходите, будете помогать нам готовить других. Тоже отлично, если у вас уже есть этот опыт. Вот, ничего сложного. Наблюдение, агитация, сбор подписей. У нас есть ровно год до выборов, у нас есть 9 месяцев до регистрации кандидата. Я уверен, что мы с вами все это сделаем. Настрой, ну просто на работу. И еще одно организационное. Ой! Еще одно организационное. 28 миллионов рублей мы сейчас собрали. Звучит как серьезная цифра, но вообще-то масштабы страны полная фигня. Ну там, типа, настоящая политтехнологическая компания по выборам губернатора крупного региона, такого как Алтайский край, типа, у экспертов-политтехнологов стоит 10 миллионов долларов. Губернаторская. А у нас президентская. Мы собрали пока 28 миллионов рублей. Но почему нам не надо сильно больше? Потому что у нас есть вы, потому что вы нам поможете. Почему мы должны бережно относиться ко всей нашей агитации, пользоваться ей разумно и так далее? Потому что реально все народные деньги. То есть мы не снимаем большое помещение и там вынуждены с вами разговаривать на улице. Мы бережем там все наши стикеры и листовки, потому что реально вот пока я... Они сейчас приедет милиция, я быстрее. Говорю, каждый присылает там кто по 50 рублей, кто по 100. То есть стикер взяли, наклеили, листовку взяли, раздали. Окей, договорились. Все, извините. Алексей Навальный, кандидат на выбор президента России 2018 года. Спасибо большое. Ой, Жаль, я бы вымечу. Хотел тебе сказать, что Калку надоело ждать. Люблю, когда в каждом городе что-то новое. Обычно я встречаю всех, здороваюсь, такие люди ко мне тянутся, а то сначала подходят, такие, о! А потом я слышу, все проходят, и за спиной такой раз говорю, а он точно не пачкается уже, он точно нормальный. Значит, ребята, я предполагаю, исходя из того, сколько у вас здесь собралось, мы не ждали столько людей в понедельник, будний день, что вам все равно, какого цвета у меня лицо, правильно? Да! Я считаю, что, ну, наверное, не самое важное, что не даст проголосовать за меня избирателем, это то, что меня однажды облили зеленкой. Потому что власть нам рассказывает, что Алтай – это такой регион, где все привыкли молчать. Всегда молчат, и не будут никому доверять, не будут слушать никаких там протестных речей. Но я не понимаю, мне кажется, люди везде одинаковые. Скажите, а на Алтае готовы терпеть воров? Нет! На Алтае хотят нормальных выборов? Да! На Алтае хотят нормальной зарплаты? Да! И поэтому я уверен, что, блин, йодом, я не знаю, красный, красный, какая разница? Если мы говорим правильные вещи, если за нами правда, так значит, мы и поведем за собой народ. И это очень хорошо видно, насколько им нечего нам противопоставить. Ну, если бы эта власть была бы уверена в своих 85%, ну, пусть бы они пришли сюда, стал бы сюда единоросс, ваш Карлин, или как его, или кто главный ваш жулик? Карлин! Локтев! Локтев и Карлин, правильно, два сладкая парочка. Сейчас, как вы видите, у меня есть большой мотив расследовать их деятельность. Встали бы сюда и сказали, ты, Навальный, все врешь, и средняя зарплата на Алтае 60 тысяч рублей. Это так? Нет! У них так. Хорошо? Есть! Вы сказали, ну, ладно, ладно, средняя зарплата на Алтае 45 тысяч рублей. Это так? Нет! Средняя зарплата на Алтае 30 тысяч рублей? Нет! А сколько? Официально, официально! 21 тысяча, а реально же еще меньше! У меня был бы простой вопрос. Леонид, побудь Карлином, извини. Карлин, блин! Если зарплата у людей 21 тысяча, и за ЖКХ нужно заплатить 7 или 6, как им жить, объясни? Вот! Да! Поэтому, блин, им нечего сказать, поэтому выбежали три Чучундрика. Везде нас кидают яйцами и убегают. Брызгали зеленкой и убежали. Было очень смешно. Я сейчас уже после пресс-конференции выходил из штаба. Выхожу, стоят 6 человек. Позор, позор! Американскому агенту позор, позор! Я иду к ним. Они просто смотрят на меня, говорят, ну ладно, мы пошли, разворачиваюсь. Наверное, окей. Я делаю скидку, человек с зеленым лицом на тебя идет. Можешь уйти. Но, по сути же, оно так и работает. Им вообще нечего сказать. Ни на один вопрос. Кто идет на митинг 26 числа? Нет. А почему этот митинг вообще нужен? Да потому что они не могут ответить на вопросы. Но объяснили бы, нет, это не дача Медведева. Нет, это не яхта Медведева. Не было благотворительных фондов с 80 миллиардами украденных рублей. Они объяснить этого не могут. И здесь, на Алтае, особенно уместен вопрос, а какого черта вы себе на фонд украли 80 миллиардов рублей? В 10 раз меньшая сумма в год идет на весь город. На всех врачей, на всех учителей, на ЖКХ, на дороги. Но они вот поэтому в таком состоянии. Эти люди тырят по 80. И считают возможным вообще игнорировать наш ответ, наши вопросы. Мы позволим вам это делать? Нет. Мы будем настойчивы? Да. Правильно, потому что, ну, конечно, они ждут, пока нам надоест. Ну, соберутся раз, соберутся два, выйдут 26-го, выйдут такого-то, потом им надоест, и они разойдутся по домам. Потом им надоест, и они забудут о своих правах, и они вернутся к своей зарплате 18 тысяч рублей. 15. Вот, 15. Вот важно, чтобы этого не произошло, потому что коррупция, и эта власть, это бедность, это гарантированная бедность. С этой властью, которая выкачала нефть и газы на 3 триллиона рублей, 3 триллиона долларов, извините, и до сих пор не может дать людям зарплату в 500 долларов, с ней никогда не получится ничего хорошего. Никогда они не дадут какого-то минимального богатства. То, что сейчас сидит в Кремле, это гарантия нестабильности, а гарантия нищеты. Мы хотим жить в нищете? Нет! Не в зависимости от возраста. Я вижу, в основном молодые люди, но не только молодые люди. Я не хочу жить. Я не хочу, чтобы мои дети жили в этой гарантированной нищете. А я знаю, что если они продолжат делать то, что делают, то их всегда будет нищета. И я уверен, что здесь, на Алтае, в этом абсолютном, на самом деле, политическом вакууме, когда никаких политических сил нету, вся политика фикция, наша компания, ваша компания, будет наиболее успешна. Все, что нам нужно сделать, это верить в себя и идти работать, работать и работать. И помнить, что каждый пункт нашей программы поддерживает не 86, а 90% избирателей. Но нет такого человека ни на Алтае, ни в России, который против борьбы с коррупцией. Нет такого человека, который выступал бы против справедливого распределения богатства. Власти против. Нет такого человека, который выступал бы против минимальной заработной платы нормальной. Это все наши пункты. И нас всех поддержат. Только нужно начать работать. Это самый мощный агитационный инструмент люди. Сильнее телевизора, сильнее интернета. Не бояться работать и выходить. Мы тоже же очень часто недооцениваем себя. Но мы сюда ехали. Вы прикидывали, блин, в понедельник, в день, придет 50 человек. А если придет 20, будет провал. А видите, мы не уместились, блин. И трусливые чуваки из этого отеля выгоняют нас на улицу, потому что... Потому что нас слишком много даже для понедельника, для рабочего дня. Поэтому извините меня тоже. Извините меня тоже за то, что я недооценил ваше желание сюда прийти. Потому что я подумал, что придет 20 человек. Здесь гораздо больше. Поэтому спасибо огромное, Алтай. Я сейчас готов отвечать на вопросы. Спасибо вам на то, что вы сюда пришли. И мы обязательно победим. Вопросы? Да. А если обвинительный приговор будет, вы можете жену попросить сменить имя, чтобы стать Алексеем Навальным? Чтобы ваша жена стала Алексеем Навальным? Повторю вопрос. Если будет обвинительный приговор, могу ли я сменить имя, чтобы моя жена стала Алексеем Навальным? Я не уверен, что она согласится. Несмотря на то, что я имею в нее большое влияние. Но приговор же, он не в отношении имени, а он в отношении человека. Но, понимаете, постановка вопроса. Если будет обвинительный приговор, она неуместна. Обвинительный приговор будет. И обвинительный приговор есть. Почему? Потому что они боятся. Потому что они считают, что нас нужно вытеснить из политики вообще. Чтобы люди, которые против коррупции, они не имели политического представительства. Потому что кто сейчас представляет ваши интересы? Депутат, мэр, губернатор. Кто представляет интересы тех россиян, которые против коррупции? Его нету. А этому обвинительный приговор. Ну и наплевать на обвинительный приговор. Будем все равно работать. Вопрос. Да, табличку держите. Можно я слышу? Давайте. Что вы будете делать, если фонд борьбы с коррупцией запретят на государственном уровне? Вы вести их в коммерческий 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 ком моих расследований, так я бы ее не расследовал. Правильно? Пока есть я и пока есть вы, мне государственный уровень до фонаря. Я и есть государственный уровень вместе с вами. Это простая вещь. Кто обладает по Конституции полнотой власти в России? Народ. Вот, пожалуйста. Поэтому любым этим жуликам, я говорю простую вещь, ну, народ видите, все, значит, я имею право. Вопрос. Насколько можно доверять системе госвыборы при подсчете? Ведь доступ к системе госвыборы только в определенного круга лист. Насколько можно доверять? Мы соберем волонтеров, мы проконтролируем выборы. Я понял вопрос. Вопрос про контроль. Насколько можно доверять госвыборы? Насколько можно доверять избирковым? Можно доверять избирковым? Нет. Это ответ на ваш вопрос. Тем не менее, на Алтае один из самых низких уровней голосования за Единую Россию. Верно? Да. Почему? Потому что ее, как и во всей стране, ненавидят, а во-вторых, здесь меньше фальсифицируют. При этом все равно фальсифицируют. При этом все равно мы обучим, подготовим, все вместе и направим сотни и тысячи. Я имею в виду итоговую цифру, чтобы не получить 146%. Итоговая цифра все равно зависит от низовых протоколов. Если мы на участках сможем защитить наши голоса, то уже и выше будет поделок сложнее. Это будет непростая работа. Но мы, конечно, будем взял, потому что это наши голоса. Там сзади был вопрос. Давайте вы. Как вы относитесь к генеральной администрации? И еще один вопрос. Николай Стариков, который прокомментировал в фильме Димон, что он... Как я отношусь к Николаю Старикову? Серьезно? Кто знает, кто такой Николай Стариков? Да. Это сумасшедший чувак, который рассказывает, что я агент СРУ, что Путин самый лучший, самый честно некоррумпированный человек. Николай Стариков сказал, что наше расследование про Медведева неправильное, а Медведев некоррумпированный. Поэтому, как я отношусь к Николаю Старикову? Он сумасшедший и жулик. Вопрос. Как провести митинг, если администрация его не согласовала? Как провести митинг, если администрация его не согласовала? Дайте мне, пожалуйста, согласование на этот митинг. А мы администрация согласовала. Примерно так. То есть, где этот митинг согласован или нет? Ну, простая вещь, не надо ни с кем драться, не надо там цепляться с полицией, там штурмовать кого-то. Задача митинга 26 числа, чтобы все люди, даже те, кто не знают про нас, даже те, кто не знают про расследование, те, кто не думают про коррупцию, узнали обо всем об этом и задавали вопросы вместе с нами. Поэтому нужно рассказать всему городу, что митинг будет, рассказать всему городу, что его пытаются запретить, потом прийти мирно, желательно не попадая никуда, не закрываясь, ни с кем не сталкиваясь, и просто, не знаю, постоять с плакатиком, постоять просто рядом физически. Потому что на самом деле, это же самое главное в политике. Люди, которые просто вместе где-то стоят. Это самая большая угроза, которая есть для этой власти. Вопрос. Возможно ли коалиция вас с Вячеславом Мальцевым? Возможно ли коалиция моя с Вячеславом Мальцевым? Но она в известном смысле и существует. То есть у меня не стопроцентное, конечно, совпадение с ним во взглядах. Но, безусловно, я расцениваю политического союзника, и он меня. И я поддерживал его на выборах в том числе. Поэтому такая коалиция есть, конечно. А про прогулки можно ваших сторонников? Еще один вопрос. Что? Вот Гриша Ерминский в Никоболе договорится, чтобы он отошел. Да зачем он нужен? Вы что говорите? Скажу так. Это с важнейшим Смальцевым. А, ну, я пробовал. И до этого пробовали. И многие-многие люди, как вы знаете, многие-многие годы пробовали. Поэтому я снова попробую. Но вот у меня есть два выбора действий. Я либо сижу в Москве, организую круглые столы и пытаюсь объединить московских демократов, либо еду в Барнаул и стою на сугробе, выступая перед вами. Правильно, правильно. Вам первый или второй вариант нравится? Второй. Вот и все. Этим я отличаюсь от традиционных политиков. Потому что я хочу вести настоящую избирательную кампанию. Ее положено так вести. Если человек претендует на то, что он кандидат в президенты, ну, значит, езжай, блин, выступай, говори, уговаривай, отвечай на вопросы. Так это работает, и я хочу, чтобы это было не так. Вопрос. Алексей, а ваша позиция по Крыму и по Курильским островам? Когда будете президентом? Моя позиция по Крыму и по Курильским островам? Моя позиция по Крыму и по Курильским островам такая, что это нерешаемые проблемы. И по одному, и по второму вопросу. Ну, по Курильским островам это обсуждается десятилетие. И ничего не сдвинулось никуда. И не сдвинется. И по Крыму это обсуждаться будет десятилетие, и ничего не решится. Точно так же, как не решилось ни с одной территориальной проблемой на планете Земля. Будут конференции ООН, резолюции, много чего, и все равно все останется как есть. Это нерешаемый вопрос, к сожалению. Да? А если бы вы спросите, пожалуйста, вот проводимые сейчас государством социальные какие-то программы, будут во время вашего президентства наращиваться? И какие вы считаете, вредные типы социальных программ, которые государство проводит? Вопрос такой был. Будут ли наращиваться при моем президентстве социальные программы, которые сейчас есть? У меня только сначала к вам вопрос. А сейчас есть социальные программы? Нет. Вот скажите мне, вы за ЖКХ платите больше двух? Да. Восемь. Десять. Восемь. Девять. Девять-десять. Серьезно? Три-четыре в среднем. Восемь в военном городке. В военном городке восемь. Это люди за девять. Да ты что, серьезно? Вы знаете, на самом деле, я сегодня смотрел цифры по ЖКХ и был шокирован, подумал, может, ошибка. Потому что я вчера же был в Новосибирске и выступал там на митинге против повышения тарифов. Но штука в том, что я по цифрам вижу, что когда в Новосибирске повысят тарифы, они будут меньше, чем у вас здесь сейчас. Какие, блин, социальные программы? У людей реально забирают половину денег на ЖКХ. Поэтому, значит, главная социальная программа – это установленная минимальная оплата труда, как она есть во всех развитых странах. Во всех нормальных, богатых странах есть такая. Но она почасовая или дневная. Значит, любой человек, который работает полный рабочий день, не может получать меньше 25 тысяч рублей. Это все равно мало. Но если ты получаешь меньше, на это прожить невозможно. Поэтому это батья социальных программ. Еще раз. Даже при цене на нефть 55 за баррель, как сейчас, в стране денег море. Море денег в стране. Поэтому Россия может и должна дать нормальный уровень жизни всем своим гражданам. Просто воровать не надо. Вот и все. Воровать и разбазаривать. Вопрос. Возрастные ограничения на волонтерство. До декабря нету. Начиная с декабря, начиная с официального старта избирательной кампании. Вам должно быть 18 лет. Но до декабря никаких ограничений нет. То есть сейчас ограничений нет? Кто тебе помешает постить ролики в Ютьюбе? Постить в группе во Вконтакте? Это все такая условная вещь. Школьника забрали. В Брянске запретили. Вы станете президентом. Кто станет с пакетом Яровой и другими веселыми законами? Да это же понятно. Когда я стану с президентом, что станет с пакетом Яровой и другими законами адскими? У вас есть даже такой... А со самой Яровой? Молодец. Для того, чтобы не говорить ничего экстремистского, скажу так. Яровая, между прочим, моя бывшая коллега по партии. Член партии Яблоко. Она была заместителем Явлинского. Я помню на съезде, как она выходила и говорила, Путин такой гад, мы на Камчатке против Единой России. И теперь это продажная шкура в первых рядах. Поэтому в соответствии... В полном соответствии с законом она понесет заслуженное и суровое наказание. Конечно, пакеты, все остальное мы отменим, естественно. Да, вы уже задавали, ребят, извините. Давайте. В этой связи как вам видится реформа налогообложения, хотя бы тезисно? Предполагается. Реформа налогообложения. Я считаю, что касается налогообложения, что малый бизнес, особенно в регионах, нужно освободить от налогов практически вообще. Почему? Потому что... Ну вот посмотрите на город Барнаул и вообще на Алтайский край. Федеральное правительство, которое забрало все деньги в Москву, считает, что нужно прям выжимать этот Алтай, чтобы какие-то деньги там собирать и куда-то их направлять. Но я же вижу, что те деньги, которые заплатит здесь малый бизнес, их все равно не хватит ни на что. При этом я смотрю на Роснефть, который не платит дивидендов. Я смотрю на Газпром, и он тоже не платит дивидендов. Я смотрю на закупки госкорпораций. Это 25 триллионов рублей. И из них воруются как минимум 7. Поэтому основное направление налоговой реформы это брать с госкорпораций, брать с олигархов, брать с сырьевого сектора, там где деньги есть. А те, кто просто занимается бизнесом, чтобы прокормить себя, мы им говорим, молодцы, хочешь быть предпринимателем, пожимаем тебе руку, иди работай, плати зарплату людям, плати зарплату себе, обогащайся. Вот главная идея. Да. Алиси, ваше мнение о Платоне. О Платоне имени или Платоне системе? Системе или не Платоне? О Пилософе хорошее. О маленьком Ротенберге плохое. Вы знаете, что я, ну, наверное, был первый, кто для дальнобойщиков сделал видео. Мы подавали Платон. Мы опубликовали соглашение, и на меня там грозились подать в суд, типа она секретная. Система Платон, это просто, ну, обдираловка. Это же власть, она как устроена? Она просто ходит и ищет, где бы еще урвать денег. На ЖКХ, на Платоне, на дальнобойщиках. Где еще можно слупить людей? Ну, конечно, я плохо отношусь. Слушайте. Вот да, абсолютно. Через полгода они это так и скажут. Потому что, знаете, я, ну, я видел много олигархов и много дальнобойщиков. И что-то как-то я не понимаю, почему с этих не берут, а с этих берут. Они приняли закон, по которому Ротенберг-старший вообще не будет платить налоги. Это главный господрядчик страны. Главный исполнитель всего госзаказа. То есть мы ему даем больше всего денег, и он даже не платит налоги. При этом за дальнобойщиком, который, блин, с трудом вообще кормит свою семью, за ним бегут и говорят, дай. Ну, как я могу к этому относиться? Это возмутительно. Давайте сзади. Вопрос. Да. Да. У вас, по крайней мере, представитель, о свободе слова. Мы в России. У нас она бесследуется, но мы даже видим по вам сейчас. Вы в местной. Вопрос. В вашей программе нет ничего про свободу слова. И дальше. А, вместо других мнений в нашей России. Ну, мне казалось, не нужно очевидные вещи прописывать. Слушайте, ну, вы правы. Глядя на вас, понимая, что со свободой слова проблема. Нет, подросток волнения, про вот это, она не полная. Нет, ну, это основа программы. Естественно, у нас избирательная кампания еще год впереди. Что касается свободы слова, ну, это, конечно, ключевая вещь. Потому что без свободы слова, без свободных СМИ не будет борьбы с коррупцией. Не будет нормальных выборов, ничего не будет. Но меня последний раз показывали по телевизору в программе не про то, что я жулик и украл лес, а просто в любой. Десять лет назад. Поэтому, естественно, я выступаю за свободу слова. Конечно, да. Да. Алексей, вынужден зачитать вопрос. Я могу зачитать только коротко, давай. Хорошо. Недавно за участие в пике... В общем, студентов в городе Комсомольск-на-Амуре пригрозили отчислить из университета, если они пойдут на пикет за вас, поддержку вас 26 марта. Как вы отреагируете на вот это вот действие неправомерное со стороны? И что вы бы посоветовали студентам? Недавно в Комсомольске на Амуре пригрозили отчислить студентов за то, что они меня поддержат. Так недавно в Брянске школьников забирали полицию. Знаете, да. Они боятся, блин. Они боятся. Сидит Ротенберг и... Извини, Леонид, снова поработаю. А я пришел к всеначальнику ФСБ. Дорогой Ротенберг, там Навальный ездит по Барнаулам, собирает народ, чтобы у тебя отнять деньги. Ты рад этому Ротенбергу или нет? Конечно. Поэтому у них и механизм какой. Давай отчислим школьников, давай угрожать студентам. На практике, конечно, это маловероятно, кто сделает. Просто угроза важна. Потому что у них любимая пословица, знаете, какая? Деньги любят тишину. А то, что мы здесь делаем, мы точно не тишину производим. Правильно? Поэтому не нужно бояться. Тебя может и не отчислить из вуза. Но в путинской России ты вуз закончишь и будешь получать 18 тысяч. 15. Ты квартиру никогда не сможешь купить. Какая здесь процент по ипотеке, скажите? Вот возможно ли жителю Бурнаула, который работает полный рабочий день, купить себе квартиру в ипотеку? Нет. Да нет. Невозможно. Да невозможно ее купить вообще. Поэтому какой смысл-то поддерживать эту систему и бояться ее, если она тебе не даст нормально жить? Вопрос был там. Да. Давайте. Во-первых, добро пожаловать в Бурнаул. Спасибо. Во-вторых, какой вы выглядите вообще, Бурнаул? Я стараюсь. Третий вопрос. Вот вы сейчас у нас немного попечалены по нашим зарплатам. Все понятно. Вы подскажите, пожалуйста, какие зарплаты вообще по Москве? Какие зарплаты? Ну, в Москве средняя зарплата, если вы посмотрите на Госстат, 80 тысяч рублей. Так, послушайте. Ну, это же самая важная вещь про Россию, которая заключается в том, что они 15 лет строили систему, при которой они из всех регионов тащат в Москву, потому что в Москве проще всего украсть. Но в целом, на самом деле, даже для москвичей, я москвич, это не дало никакого счастья, потому что все дорого, жилье точно так же невозможно купить, лечиться точно так же невозможно, ничего нет. И это та вещь, которую мы хотим изменить в России, потому что непонятно, почему все деньги Барнаула должны идти в Москву. Москве тоже от этого тепло не холодно. Бюджет Барнаула 7 миллиардов. Я везде привожу этот пример, он классный. На реконструкцию части Садового кольца отдали 13 миллиардов рублей. Понимаете? Кусок дороги в Москве и два года содержания Барнаула. Это можно сравнить вообще или нет? Это правильная система или нет? И в Москве она не нужна никому, потому что из этих 13 миллиардов на реконструкцию сколько украдут? Все. 90%. Примерно 12. Да, вопрос. Дайте девушке, девушке ни разу не спрашивай. Что будет с РПЦ и будет ли развиваться наука не только на словах? Что будет с РПЦ и будет ли развиваться наука не только на словах? С РПЦ? Ну, не будет ничего, потому что... Пусть РПЦ существует. Просто у РПЦ не должно быть полицейской функции. РПЦ должно заниматься вопросами веры, должно заниматься благотворительностью и так далее. Но я православный, нормально все. Другое дело, что я не понимаю, почему какой-то бородатый дядька указывает просто полиции, кого посадить и кого не посадить. Они же подменили с собой силовые структуры. Им не понравился какой-то блогер. Они звонят в прокуратуру, говорят, посадите его, и те сажают. Ну, такого не будет, конечно. То есть церковь отделена от государства. Мы ее любим, уважаем. Кто хочет молиться, кто не хочет не молиться. Каждый делает что угодно. И никто, ни попы, ни кто угодно не указывает полиции, кого сажать. Кто хочет любить, кто хочет и уважать? Наука. Наука в России, она просто недофинансирована. Я приехал из Новосибирска, там в том числе приходили люди из Академгородка. В Академгородке это главный, может быть, форпост науки в России. В Новосибирском Академгородке. Человек заканчивает вуз и устраивается в Академгородок на зарплату в 13 тысяч рублей. Он становится кандидатом и получает 18 тысяч рублей. Вопрос. Может ли развиваться наука? Нет. Конечно, нет. Вот и все. Россия должна финансировать науку хотя бы на уровне стран экономического сотрудничества. Организации экономического сотрудничества. И все, хотя бы, ну, хотя бы, несколько денег давать. У нас эти деньги есть, и мы можем это делать. Вопрос. Можно еще один? Кто не спрашивал? Давайте. Вопрос. Что будет, если вы станете президентом, когда вы станете президентом? Что будет с нашими отношениями с Украиной? Второе. И второе. Что будет с теми людьми, которые развязали российскую и украинскую войну и ведут ее до сих пор? Значит, что будет с нашими отношениями с Украиной, когда я стану президентом? Они будут нормальными. Значит, Россия заинтересована в том, чтобы Украина была нормальной, развивающейся, богатой государством. Потому что просто закон экономики и географии. Чтобы ты был богатым, желательно, чтобы твои соседи были богатыми. И никто там не стрелял. Вот и все. Путин подписал Минские соглашения. Путин подписал. Мы их выполняем. Прекращаем войну. С украинским народом. У нас на долгие годы будут фиговые отношения. Это факт. Тут уже ничего не поделаешь. Ну, как бы, будем терпеть и пытаться их улучшать. Вот и все. Вопрос. Как мы и мы будем бороться с коррупкой в Алтайском крае, когда вы станете президентом? Значит, понятно. Сначала была информация. Я, кстати, не знал, что Карлин является одним из богатейших губернаторов. Жена его является одной из богатейших жен губернаторов. И сын является одним из богатейших сыновей. Как мы будем бороться с коррупцией, когда я стану президентом? Когда я стану президентом, я их посажу. Вот и все. Когда я стану президентом, я их отдам по сути. И с ними будут бороться не мы, А будут бороться те, кому положено бороться Люди, у них погоны, у них нормальная полиция, нормальная прокуратура, нормальный ФСБ Следствие честное, честный суд присяжных, всех сажаем Где мы возьмем честную полицию и честную ФСБ? Что касается бороться сейчас Для того, чтобы когда-то иметь возможность их посадить, нужно бороться сейчас Нужно объединяться сейчас Нужно в выборах участвовать сейчас Верить в свои силы и ходить агитировать людей Нас здесь 250 человек Сейчас я поеду еще в Бийск открою штаб сегодня же Может быть, кому-то покажется, что это немножко Но не существует другой политической силы, у которой больше волонтеров Вот у вас был митинг здесь путинский недавно Вы сами смеетесь, да? Кто-то бесплатно на него пришел? Да, бюджетники Но бюджетники пришли, их заставили Не пришли Они пришли бесплатно, они еще и денег им не дали, понимаете? Бесплатно согнали Ни у кого, кроме нас, нету на самом деле Организованной группы людей, которые верят в идею А это самое главное И вся история человечества это ровно о том Что организованная группа людей Побеждает все это жулье и варье Друзья мои Мне просто нужно уже ехать в Бийск, иначе я не успею сегодня открыть штаб За всей этой щеленки у нас немножко растянулось все Спасибо огромное, что собрались Я еще раз извиняюсь, что пришлось до улицы Я вас верю Спасибо, Алтай Учебно! 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 Давай, давай Молодежная 40 Молодежная 40, наш штаб Полиция не успела доехать Подпишись на этот канал, если хочешь, чтобы Путин пошел на четвертый срок в места не столь отдаленные Субтитры создавал DimaTorzok